Эта программа говорит губерния. Рубрика «Глаз народа» начнется через 10-15 минут. А пока поговорим о спорте. Тем более, что в Хаваровском крае начинаются игры ГТО. Сегодня у нас в властях Светлана Лемешева, начальника отдела развития физической культуры и массового спорта, мастерства спорта Хабаровского края. Здравствуйте. Светлана Геннадьевна, так что за игры-то такие ГТО? Эти игры у нас проводятся впервые в Хабаровском крае. Было поручение Юрия Петровича Трутнева о том, чтобы провести во всех регионах Дальнего Востока отборочные игры для участия в финале Восточного экономического форума. Я не совсем понимаю, а ГТО и Восточный экономический форум, они как между собой будут связаны? На Восточном экономическом форуме будет присутствовать площадка Министерства спорта Российской Федерации, где будет проводиться как раз финал игр ГТО. То есть нужно будет выполнить нашим спортсменам, участникам, пройти полосу препятствий на время или на большее количество раз выполнения, и соответственно будет выявлен лучший регион Дальнего Востока. Ну, чтобы понятно было, о чем Дедрич, давайте посмотрим видео, специальный ролик предстоящих игр, давайте посмотрим, потом продолжим беседу. Дальнего Востока Исходя из названия, принять участие могут только те, кто сдали нормы ГТО или нет? Нет, принять участие может любой желающий, все зависит от того, в какую категорию он заявится. То есть у нас есть четыре категории, это школьники 14-17 лет, взрослые, которые отбираются в состав команды Хабаровского края, и можно принять участие в индивидуальном зачете. Это профессионалы и любители, то есть те, которые действительно систематически занимаются физической культурой и спортом, и там разница только в количестве повторений. Вот, кстати, да, интересно, потому что я смотрю промо-ролик, он круто сделал, но видно, что ребята как бы спортсмены, а нормы ГТО это скорее просто для обычных гражданских. Как раз в промо-ролике указаны индивидуальные зачеты, когда действительно соревновались наподобие фитнес-инструкторов, которые показывают свои профессиональные качества. А как раз команда взрослые, это самые простые упражнения, которые отбираются в состав команды Хабаровского края, это отжимания, подтягивания, поднимания гири, пчелночный бег. То есть самые простые упражнения, которые, в принципе, может выполнить любой взрослый и любой ребенок. Но все-таки название игры ГТО, это как бы такой маркетинговый шаг просто? Нет, они проводятся в форме соревнований между подорожками, то есть эта полоса препятствий больше напоминает, как сейчас очень модная русский ниндзя. То есть когда вдвоем соревнуются и показывают, кто лучший из них в преодолении этой полосы препятствий. Я вам честно скажу, когда в России стали возрождать ГТО, я был настроен несколько скептически, тем более, что я застал, когда-то все это умирало, но каждого из нас был значок ГТО, но в результате никто даже подтянуться не умел. Но я вижу, что люди действительно занялись массовым спортом. И даже когда какая-то спортивная площадка на Уссурийском бульваре не работает, люди сразу возмущаются. С одной стороны, плохо, что она не работает, с другой стороны, видно, что людям это надо. То есть это все-таки подействовало. Люди стали заниматься спортивным оборожением. У нас по итогам 2022 года больше 22 тысяч человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Из них более 14 выполнили на знаке отличия. И уже в первом квартале у нас уже 1800 принявших участие. А вот эти вот игры ГТО, как заявиться, как принять участие? И там ведь еще и школьники могут. Да, могут и школьники. Школьники подают заявку у нас. Можно подать по телефону 57-47-11. Это наш региональный центр. 57-47-11. У меня просьба тетровальчику. Давайте забьем это. Номер нашего регионального центра, который принимает заявки. Заявка для участия в Игры ГТО. В Игры ГТО это для школьников. А для взрослых они могут зарегистрироваться на сайте Игры ГТО РФ. Ну, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, вы пишите нам на редакционный WhatsApp. Мы все подскажем. А вот телефон для заявок сейчас выведем на экран. Есть ли какие-то требования к участникам? Требований особых нет. Главное, чтобы была, конечно же, справка о состоянии здоровья, что он может принимать участие в соревнованиях и, соответственно, выполнять нормативы комплекса ГТО. Она выдается терапевтам по месту жительства. Вот можно я все время к нормам ГТО возвращаюсь, потому что я застал еще в детстве. У меня очень красивый был серебряный, правда, значок, не золотой. Говорили о том, что это будет давать какие-то преимущества при поступлении в УЗы. До сих пор дает преимущества при поступлении в УЗы. Каждый УЗ определяет количество баллов, которые он в плане индивидуального зачета может зачастить абитуриенту. Это все действует. Некоторые предприятия доплачивают за тех, кто выполнил нормативы ГТО. Некоторые даже до 10 тысяч получают. Поэтому стимул у многих есть. Вы сказали, что это абсолютно несложно, значит, выполнить нормы ГТО, если человек более-менее находится в нормальной, здоровой форме. А вот чтобы отличия, знаки отличия вы готовы получить? Вот здесь как-то можно? Какие требования? Ну там знаки отличия, это выполнить норматив просто. И этот норматив приравнивается к золотому, серебряному или бронзовому знаку. То есть все зависит от того, определяется уровень вашей физической подготовленности. А вот на золотой сколько раз подтянуться надо? А, зависит от ступеней. То есть это все можно посмотреть на сайте ГТО. Там все есть по ступеням, по возрастам, мужчин и женщин. То есть это все зависит от этого. В принципе, сейчас с 2023 года внесли изменения, соответственно, нормативы упростились. Поэтому стало выполнять легче. Поэтому сейчас одно удовольствие приходить выполнять эти нормативы. И, соответственно, было 11 ступеней, а сейчас 18 ступеней. То есть можно гораздо чаще выполнять нормативы, получать знаки отличия. А если взглянуть несколько более глобально, игры ГТО, это же они в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», да? Она справит демократия. А что там еще предусмотрено? Спортная норма жизни направлена на то, чтобы вовлечь в занятия систематически занимающиеся. Более 70% населения у нас по краю показателей составляет 75%. К 2030 году мы должны вовлечь в систематические занятия. На сегодняшний день уже 50%, свыше 50% занимаются физической культурой и спортом. Активно занимаются, принимают участие в мероприятиях. Вы уже видели и забег и рыв, и зеленый марафон проводился, что люди с удовольствием участвуют. А я вот вижу, огромное количество площадок создается. Это вот как раз во многом для норм ГТО. Вот на Ерофей-ирене там что? Да, скейт-парк у нас открылся, умная площадка. Это тоже поставлено в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Также площадки ГТО у нас открываются в муниципальных районах края. Уже у нас поставлено 15 площадок. Соответственно, еще будет тоже в этом году запланировано. Поэтому как бы прирастаем у нас и при Министерстве образования, при школах тоже ставится. Да, самое главное, что там заниматься спортом можно абсолютно бесплатно. Конечно, главное было бы желание, получается. И все. Ну, вы правы. Я просто в детстве помню, как мама себя пыталась привить. Отправляла то на плавание, то на классическую борьбу. Ты все время домой возвращался. Да, я любил книжки читать. А вот не дали бы совет, если какая-то мама хочет, чтобы ребенок занимался спортом. Как ему привить это ненавяющего? Чтобы не было такого отторжения, как, если честно, было у меня. Ну, во-первых, нужно, конечно же, не настаивать и посмотреть ребенку то, что ему нравится больше всего. Сейчас мы еще планируем, кстати, проводить новый, входим в эксперимент о том, что у нас уже с дошкольного возраста будут определяться способности ребенка. И, соответственно, рекомендовать родителям заниматься тем или иным видом спорта. Поэтому родителям станет нам гораздо проще определиться, куда хочет ребенок. Но, конечно же, в основном все зависит от ребенка. Даже, судя по своему, мы всегда хотели заниматься легкоатлетикой. А способности были к другим видам спорта. Поэтому мы не настаивили, и он с удовольствием ходил на легкую атлетику. Я считаю, что там не было наоборот. Мне единственный спорт, который мне давался, легкая атлетика. Мама все время хотела что-нибудь посложнение. Наверное, она была не права. Лучше было в легкую атлетику. Ну, конечно же, это сам ребенок. Тут же не самое главное, как это сказать, чтобы спортивный результат был. Самое главное, чтобы ребенок был занят каким-то делом, тем, которое ему интересно. И, соответственно, поддерживать эту интересу у ребенка. Еще раз просим дать телефон на экран. Напоминаем, что в Хабарасском крае открываются игры ГТО. По этому телефону, в принципе, всю информацию сможете узнать. Либо пишите нам в WhatsApp, мы расскажем. В танк гостяк была Светлана Лемешева, начальник. Отдел развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Хабаровского края. Занимайтесь спортом в радость. Продолжим эту рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова